Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quays. Сегодня один из моих любимейших клиентов и подписчиков прислал достаточно неоднозначную информацию, которую вначале отнесся как очередной ут, но потом решил проверить и обнаружил, что доля истины есть в этой информации. Речь идет о том, что в некоторых американских блокпостах прошла информация о том, что в США готовится денежная реформа и планируется смена купюр, начиная от купюры одного доллара и кончая там 5, 20, 10, 50, 100, 500 и даже 1000 долларов. Ну, я так вначале прочел по диагонали, потом думаю, дай-ка проверить информацию, с удивлением обнаружил, что есть доля истины. Хотя, конечно, изначально ссылка на источник этой информации, она достаточно такая желтая. Я просмотрел эту ссылку оригинальную, сделана такая имитация типа официального сайта. Вот. Ну, я, естественно, когда вижу такие сайты имитации, лезу проверять, кто, собственно говоря, владелец сайта, обнаружил, что владелец какой-то ИЧП. Вот. То есть, к официальному источнику этот сайт, где размещена была изначальная информация, с которой мне поделились, она не имеет. Но, тем не менее, думаю, дай-ка залезу на официальный сайт с расширением .gov, то есть government, сайт американского казначейства. И обнаружил, что действительно в США готовится введение купюр нового образца. Идёт обсуждение пока по трём видам купюр. Даже выпущен видеоролик небольшой, который я представлю вашему вниманию. Ну, и, соответственно, уже эти купюры анонсированы. Время статье Our paper currency is going to feature a woman. Для застройства в первое время в оковиде в рюкинг. И мы желаем вашу информацию на who that woman should be. Это официальная, историческая announcement. Это невероятно возможность приlightать the remarkable contributions that women have made to our country, и оторвать наш историю в рюке и диверситии. В этом году в США, women have made an extraordinary impact на every aspect of our nation's life, from the boardroom, до battlefield. Продолжение следует... It's been a way to honor our country's great leaders. This is an amazing opportunity to recognize the contributions women have made throughout our nation's history, championing educational, civil, and political rights for all, leading health, labor, and social reform, enriching the arts and humanities, and breaking barriers in fields from business, law, and government to sports and journalism. Throughout our history, that has certainly included contributions in science, technology, engineering, and math. Now, I know there are a lot of ideas out there on who should be on the bill, but we want to hear your ideas, too. This redesign of the $10 bill is just the beginning. Our Treasury Department is exploring other new and creative ways to update the next generation of U.S. currency. This is a big deal. We want to keep the conversation going and hear which women and concepts best represent our American democracy to you. Who should it be? We need your ideas. Submit them. Hashtag TheNew10. Or visit TheNew10.treasury.gov to learn more. We look forward to it and look forward to honoring a special woman in the United States. Since our announcement, we've heard a wide range of suggestions about notable women in the theme of democracy. And by the end of the year, we plan to unveil our decision. But we want to keep hearing from you. Your ideas are helping to shape our thinking on TheNew10 and the next family of notes. Please join the conversation and tell us what you think. We look forward to sharing this exciting announcement with you. . Okay. . . . . . Потом, когда начнется замена этих купюр, процедура обмена этих купюр, на официальном сайте казначейства пока информации я не нашел. Если кто-то, кто более пытливый и обладает большим количеством времени, такую информацию найдет, я, естественно, еще сниму дополнение к этому видео и, соответственно, поделюсь информацией. Пока что можно ее расценивать, как только анонс того, что будут меняться деньги и будут, воборот, введены купюрные образцы. Про ту информацию, которая муссируется в желтых интернет-СМИ о том, что планируется полная реформа денег, объявления американской республики, аннексия Марса, не знаю, что еще. Пока это все на уровне бла-бла-бла и желтой прессы. Никаких пока неофициальных заявлений, никаких телодвижений или какой-то активности я здесь пока в США не наблюдаю. Так что просто будем ждать введения новых денег. Вполне вероятно, что какие-то граждане и какие-то структуры попробуют на этой теме проспекулировать, устроить панику среди населения о том, что все пропало, гипс снимают, клиенты уезжают, нужно срочно избавляться от долларов. Но пока это все будет на уровне спекуляций. Пока не будут озвучены какие-то официальные заявления. Мое скромное мнение, что до инаугурации Трампа никаких заявлений не будет. Потому что администрация Обама, она практически оставалась, ну не знаю, два месяца. Им никакие нововведения не нужны. И, скажем так, они сейчас на тормозах все спускают. Все, что сейчас нужно до конца года дорешать. А все, что будет нового, это уже после инаугурации нового президента. И тут сейчас, как я уже в прошлых видео говорил, можно ожидать чего угодно. Трамп это тот еще тиндер-сюрприз. И я даже затрудняюсь какие-либо прогнозы строить о том, что он может предпринять, какие законы он может ввести, как пойдет ситуация с налогообложением, с бесплатной медициной, со страховками. Потому что вот в прошлом видео, где я рассказывал о том, что будут какие-то изменения со страховками медицинской медикейт и с платными страховками для людей, которые здесь находятся в туристическом статусе, у меня просто был шквал писем различных. Мнения разделились, причем в основном я склонен оценивать достоверность информации от писем тех, кто здесь в США проживает, более-менее в теме. Наверное, все-таки какие-то изменения будут, но пока что могу сказать, что страховым компаниям самим невыгодно. Такие радикальные резкие изменения, отмены каких-то страховок, им просто это невыгодно. Ну, поживем-увидим, если какая-то информация у меня еще будет проходить сейчас новая, я, естественно, буду делиться. Ваше право прислушиваться к ней и делать выводы или нет. Я никого не обязываю к этому, я всего лишь озвучиваю свою частную точку зрения. А вы уже сами делайте какие-то выводы и планируете свою судьбу. В любом случае могу сказать, что времени для иммиграции и принятия решения осталось крайне мало, и у меня очень плохие предчувствия, что после инаугурации все будет шоколадно. Скорее всего, наоборот. То есть, те, кто сидят на чемоданах, я рекомендую немножко ускориться. Хорошего всем дня! Здоровья вам, вашим близким!